В тригороде Парижа обнаружен поезд со взрывчаткой, похожей на ту, которую использовали экстремисты у стадиона Стадо Франс. Сейчас ее изучают эксперты. Повышенные меры безопасности сохраняются и в Бельгии. Там по-прежнему ищут основного подозреваемого в организации серии терактов во Франции, которые унесли жизни 130 человек. Улицы европейских столиц пустеют. Тему продолжит Григорий Емельянов. Парижский пригород Мон Руш. Где-то здесь, по данным властей, в момент терактов во французской столице находился главный подозреваемый в их организации Салах Абдеслам. Сейчас он самый разыскиваемый человек в Европе. Возможно, с Абдесламом связана новая опасная находка французской полиции. Поезд со взрывчаткой, брошенный прямо в уличную урну. Причем, как уже установлено, тип взрывчатки и отдельные элементы те же, что использовались при терактах 13 ноября. Все отцепили. Нам сказали, что нашли поезд с бомбой. Улица была перекрыта несколько часов. Всех вывели из ближайших зданий. Потом мы увидели машину саперов. Сейчас все вроде бы кончилось. В соседней Бельгии, где спецслужбы продолжают активные поиски Салаха Абдеслама, сохраняется высшая степень террористической угрозы. Граждан призывают еще как минимум сутки не выходить на улицу без крайней надобности. И еще, не рассказывать в соцсетях о деталях антитеррористической спецоперации, если кто-то стал ее невольным свидетелем. Мы по-прежнему сталкиваемся с тем же уровнем угрозы. Возможные цели террористов прежние. Многолюдные места, такие как гипермаркеты, торговые улицы и общественный транспорт. Школы откроются в среду, под усиленной охраной. Метро также откроем в среду. Возможно, будем делать это постепенно. Пока же в бельгийской столице царит атмосфера страха. Улицы, конечно, не обезлюдили полностью, но прохожих в разы меньше. Конечно, нам страшно. Думаю, каждому страшно. За детей, за себя, за свои жизни. Страшно садиться в общественный транспорт. Завтра, говорят, откроют метро, но я не знаю, как я туда войду. Посмотрим. На бельгийско-германской границе усилены меры безопасности. Полиция досматривает проезжающие автомобили. Повышенное внимание и к аэропортам. Вот эти кадры из парижской воздушной гавани Орли. Видеозапись не может передать охвативший аэропорт напряжение, но рассказы людей могут. Не то, чтобы у нашего кафе совсем нет посетителей, но люди не задерживаются. Не сидят за столиками, а купят, что хотят, и сразу уходят. Повсюду полиция. Нас проверяли по прибытии. Похоже, действие Шенгенского соглашения пока приостановлено. Французская столица в эти дни совсем не похожа на туристический центр Европы. Конечно, смельчаки находятся всегда. Но на ключевых точках обязательной парижской турпрограммы непривычная и неприятная пустота. Франция хоронит своих погибших. Все так же под пристальным вниманием полицейских. Автор-шок парижских терактов распространяется по миру. В США в преддверии Дня Благодарения усилены меры безопасности. До конца февраля действует предупреждение Госдепартамента об опасности заграничных путешествий. А в Британии после 13 ноября усилились антиевропейские настроения. Настолько, что за выход из Евросоюза выступает уже большинство граждан. Если бы референдум проходил прямо сейчас, членству в ЕС сказали бы нет 52% британцев. Григорий Емельянов, Павел Петров, Первый канал.